Вот я смотрю, Иоанна 4, 22 стих, вы не знаете чему кланяетесь, а мы знаем чему кланяемся, вот и в первом случае чему, и во втором случае чему, на греческом стоит мужской род, этот, тот, местоимение, да, кто, который, то есть вы не знаете этого, которому кланяетесь, но никак чему, это чему, это что-то неодушевленное, то есть это как бы даже унижает то, что здесь сказано, тут о Боге говорится, вы не знаете того, которому кланяетесь, потому что вы даже не понимаете, как ему кланяться, они привыкли своим богам поклоны бить, а Богу нужно поклонение в духе человека, вот блажены нищие духом, это те, которые отказались от своей воли и стали исполнять волю Божию, так как написано, не говоря уже о духовной глубине, будешь делать, как написано, придет откровение, не будешь делать, как написано, не придет понимание духовной глубины того, что делаешь, это закон, 24-й Псалом об этом говорит, поэтому поклоняться Богу в духе и истине, это значит просто смириться перед Его Словом, и не просто признавать Его, а жить так, и вот это и есть суть поклонения Богу в духе и истине. Мы порой думаем, что вот вечерняя молитва наступила, значит так, где мой Сидор, сейчас надо прочитать со 123 до 138 страницы, сейчас прочитаю, и все, помолился. Послушайте, лучше вы просто встаньте перед Богом, и посмотрите на весь день, и попробуйте увидеть, где вы угошали Духа Божьего своими мыслями, своими словами, своими поступками, и сокрушитесь в этом. И это будет гораздо больше пользы для вас, вы получите и очищение, и прощение, и благословение. Вот это и есть в духе и истине поклоняться Богу. Это и есть служение Богу в истинном святилище, нами, как священниками. А вы обратились здесь, в тексте написано, в 9 стихе, женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Это в Новом Завете написано. Почему иудеи с самарянами не сообщаются, можете мне сказать? Да. А изначально кто такие самаряне? То есть, когда Бог десять колен Израиля увел в Ассирийское пленение, оттуда там вавилонян, сепараваимцев, кутян, их привел в эти земли. И их начали звери истреблять, вот этих пришедших. Это четвертая книга царств, 17 глава. И они начали этому царю, который их сюда переселил. А это, в общем-то, государственная политика всех царей, которые завоевывали много стран. Вот, чтобы лишить их силы, корней своей земли, они брали народы просто. Значит, этот народ туда переселим, этот туда. И так, и они пока, знаете, окрепнут, освоятся, много времени проходит. И этим цари себя избавляли от этих бунтов. И вот этих вавилонян, сепараваимцев переселили на землю десяти колен Израиля. И они же пришли со своим духовным наследием. Они там своим богам кодят, детей в жертвы приносят. И тут приходят звери, потому что даже звери, мы вот в Пасхальный Сидер читали, что природа, все живое, оно поддерживает тех, которые благогореют перед Богом, и ополчается против тех, которые идут против Бога. И вот начали приходить звери и разрывать этих людей, которые там жили. И они начали жаловаться этому сирийскому царю, просить, чтобы прислал какого-нибудь священника иудейского, чтобы он научил их поклоняться Богу. Богу той земли, как они говорят. И пришел священник, значит, начал учить их законам Бога. И вот, ну давайте откроем четвертого царства. Тут даже можно увидеть, что через это учение Бог их ввел в завет, так же, как ввел свой народ в завет, когда выводил из Египта. А они, тем не менее, и Богу Израилю уклонялись, и продолжали поклоняться своим богам. И написано, и так у них до сего дня. И когда смотришь вот на это, это же как прообраз вот того, что будет в Новом Завете. Смотрите, через Машеха и Ишуа Бог уводит все народы в израильское общество. И они пришли все со своим багажом. И по сей день и Богу Израилю умолятся, и своим богам. Да, Леолдена, Састарта, Масленица там, Бог Дверей, Янус, и чего только нет. И воскресенье, Бог Солнца. Все тут есть. Вот вчера мы дома в Шаббат разбирали еще раз соответствие весенних праздников, как написано в Божьем Уставе в 23 главе книги Левитта. Соответствие тому пути, который прошел Ишуа. И у меня был вопрос просто, я говорю, вот вы посмотрите, насколько совпало все в жизни Ишуа, как написано в праздниках Господних весенних в Уставе. День в день, час в час все сложилось. Неужели вы думаете, что осенние праздники будут по-другому? И когда смотришь, что будет в осенние праздники, тогда начинаешь понимать, насколько важно вот в это лето Господне благоприятно делом заняться, а не спать. Вот смотрите, четвертое царство открыли, да? Ну, с 23 стиха почитаю, я как бы словами все рассказал, а теперь вы это в слове увидите. Значит, 22 стих. И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеравама, какие он делал, не отставали от них. Да коли Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Осирию, где он до сего дня. До сего дня сыны Израиля, десять колен, рассеяны по всему миру. Более того, многие из них даже уже не знают, что они принадлежат этим десяти коленам. Но вот этот голос внутри, он зовет их. Вот некоторые из вас приходят сюда, но я понимаю, что-то родное вы чувствуете изнутри, не можете объяснить это. Значит, где он и до сего дня. И перевел царь Ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Авы, и из Имафа, и из Сипарваима, и поселил их в городах самарийских, вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее. Вот они, где появились самаряне. До этого не было самарян. До этого были десять колен Израиля. И поэтому иудеи не сообщаются с самарянами, потому что там язычество. Вот смотрите. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю Ассирийскому и сказали, народы которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли. Скажите, закон Бога только для той земли дан? Или для всего мира? Вы понимаете, насколько велика милость Бога к народам, что львы их не разрывают сейчас еще? Не знают закона Бога той земли, зато Он посылает на них львов. Вот мне в духе пришло, вы здесь не закрывайте, я просто из 17 главы книги Деяния прочитаю, чтобы вы знали, что с того момента, как Ешо умер и воскрес, Бог повелел этот закон проповедать всем народам, всем покаяться. Вот это написано в 30 стихе 17 главы книги Деяния и дальше. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Это 2000 лет назад сказано. «Ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Машеха Ишоу, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». То есть, 2000 лет назад Бог повелел всем народам покаяться. А что значит покаяться? Это значит обратиться от своих злых путей и стать на путь Господень. Значит, жить так, как заповедал Бог. И поэтому Он послал своих учеников проповедовать этот закон во все народы. Значит, возвращаемся в 4 царство. «И повелел царь Ассирийский и сказал, «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа, Адоная. Притом сделал каждый народ из своих богов». Слушайте. Значит, священник учит их, как поклоняться Адонаю, «А при всем при этом каждый, значит, народ сделал из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне». Вот они, видите, уже самаряне появились. Каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали суккотбенов, кутийцы сделали нергала, эмофяне сделали ашиму, авийцы сделали невхаза и тартака, а сипарваимцы сожигали сыновей своих в огне, Адрамелеху и Аномелеху, богам сипарваимским. «Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили, по обычаю народов, из которых выстелили их». Вам это ничто не напоминает? Вот если посмотреть на то, что в Новом Завете происходит с уверовавшими из язычников, которые вошли в общество израильское, присоединились к духовному иудеев, привились на иудейскую маслину, то вот большая часть из них точно так же поступают. Они и своим богам продолжают молиться, и остарьте там, и всем остальным. «До сегодня поступают они по прежним своим обычаям». Как вам? «До сегодня» – это до какого дня? Вообще читаешь, удивляешься, да, вот как слово просто все раскрывает, только вникает. «До сегодня поступают по прежним своим обычаям». Не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам и по закону и по заповедям, которые заповедовал Господь сынам Иакова, которому дал Он имя Израиль. Смотрите, Бог ожидает от всех народов, чтобы они поступали по всем законам, по всем уставам, по всем обрядам, как Бог заповедал сынам Иакова. Ни много и ни мало. Тут про семь заповедей Ноя вообще речи нет. Видите, да? Смотрите дальше, 35 стих. «Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря, не чтите богов иных и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертв им. Но Господа, который вывел вас из земли египетской, силой великой и мышцей простертой его чтите, и ему поклоняйтесь, ему приносите жертву». Ну, точно про Иакова, да? И читаем дальше. «И уставы, и учреждения, и законы, и заповеди, которые он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных. И завета, который я заключаю с вами, не забывайте, и не чтите богов иных. Только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших». Я сначала думал, что это к Иакову относится, а оказывается продолжение. Смотрите, 40 стих. «Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы сие чтили Господа, но и истуканам своим служили, да и дети их, и дети детей их, до сего дня поступают так же, как поступали отцы их». Вот этот вот с 35 стиха до 41. Вы видите, что здесь написано? «Бог с ними заключил завет такой же, как со своими сыновьями, когда выводил из Египта, поставил их на путь Авраама. И говорит, «Я вывел вас из Митраима». Он же их из Митраима не выводил. Они же вышли из Куты, из Вавилона, Сепарваима. Что это значит? Здесь можно увидеть, что Египет – это не территория на земном шаре, а теснота внутри, из которой Бог вывел. То есть, вот, когда все это читаешь, видишь, что тогда у Бога было ожидание от тех народов, которых Он вводит в свою землю. А сейчас Он через Машеха и Ешо все народы вводит в свою землю, в царство возлюбленного сына. И ожидание-то Бога такое же от каждого человека. Вот, что значит поклоняться Богу в Духе истине. Смотрите. Поступать по уставам, по обрядам, по закону, по заповедям, которые заповедовал Господь. Давайте 24-й Псалом еще откроем, чтобы вы увидели, как происходит наше познание Бога. Ну, с 4-го стиха буду читать, 24-й Псалом. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты – Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь. Посему он оставляет грешников на путь. Путь с большой буквы надо поставить, чтобы вы понимали, о чем речь. Направляет кротких к правде. К правде, к праведности направляет кротких. Кротких – это которые, как Моисей, смиренные перед Его Словом. научает, опять же, кротких, которые благоговеют перед Словом, путям Своим. Дальше. Десятый стих. Все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Раньше я думал, как это понять, пути Господни. Для меня, как бы, путь Господень – это путь истинной жизни, которую в Машеах открывают. А тут, да, закон. А тут все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Вот мы сегодня читали Галель, вы там обратили, «Ибо милость Его вовек славит Господа Дом Израилев, ибо милость Его вовек». Итак, все перечисления, «Ибо милость Его вовек». О чем речь? Милость Бога вовек к тем, которые раскаиваются перед Ним. Понимаете? Вот здесь мы сейчас это увидим. То есть, все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровение. То есть, если ты хранишь, Его завет и все Его откровения, что значит хранишь? Живешь так, ты их помнишь, ты так думаешь, ты поступаешь так. И вот если ты за это крепко держишься, то даже если ты где-то, когда-то оступился, Бог проявляет к тебе милость, потому что Он видит твое старание, твою кротость. А если ты ожесточаешься и дерзкой рукой все это попираешь, то тогда ты сам отвергаешь эту милость, потому что ты не хочешь двигаться к Богу. Так вот, все пути Господни, милость и истина к хранящим заветам. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. То есть, вот Давид сразу молится, он как бы слышит в духе, что милость Господа к хранящим заветам. И Давид понимает, что вот тут и тут я оступился. И он сразу говорит, прости меня. прости, потому что я хочу идти к Твоей праведности, храни Твой закон. И дальше 12 стих. Кто есть человек, боящийся Господа? Что значит боящийся Господа? Объясните мне, есть два вида страха. Есть один страх Адама, который согрешил и начал прятаться от Бога. А есть страх это благоговение и трепет, то почитание, которое ты имеешь к Творцу, который сотворил этот мир и все, что в нем, и все поддерживает собой. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который сбрать. То есть, если у человека есть страх Господень, Бог покажет ему, каким путем идти. Если у человека нет страха Господня, вот мы сейчас 4 царств 17 главу читали, и там четко написано, не бояться Господа, и своим богам кланяются, и Богу Израилю кланяются, не бояться Господа. Понимаете, вот если человек не боится Господа, если он так вот живет, то Бог не открывает, вот смотрите, Он не указывает путь, который избрать. Человеку, который не боится Господа, Бог не показывает, Бог не открывает этот путь. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. И вот смотрите, тайна Господня, боящимся его. Что значит тайна Господня? Это как раз то самое сокровенное его естество, которое даже ангелы, как бы затаив дыхание, смотрели на Иешуа, и всматривались, как выглядит Бог. Вот Иешуа ходит по земле, а через него Бог творит дела. Иешуа говорит, я и Отец одно. Так вот, тайна Господня, боящимся его, и завет свой, он открывает им. Видите, оказывается, завет должен Бог открыть. Что значит открыть завет? Это значит дать тебе возможность войти в этот завет и стать частью этого завета вместе с Богом. И открывается этот завет только тем, которые боятся Бога, опять же. Потому что страх Господень, это и начало мудрости, и это венец премудрости. Чем больше мы познаем Бога, тем больше благоговеем перед Ним, и через это тайна Бога открывается нам. То есть, вот, приблизиться к Богу, иметь вот это общение, к вот этой тайне присоединиться, тайне Бога, можно только через страх Господень, через то, что ты благоговеешь перед Его заповедями, уставами, повелениями, законами, и стараешься всеми силами исполнять точно так, как написано. И когда ты это делаешь, Бог это видит. Это и есть суть, нищие духом, кроткие перед словом Его. Ну вот, 24-й Псалом, он и говорит, какое отношение должно быть у нас, и чего не хватает с самарянам, чтобы им иметь вот это общение, чтобы им открывалась тайна Божия.